МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказал вице-губернатор Алексей Еремеев. В эфире новости на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Ненецкий округ ведет переговоры с Министерством финансов в части согласования параметров бюджета. Об этом журналистам в ходе пресс-чая рассказала вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. На сегодняшний день выпадение доходов составляет 30%. Сумма для субъекта серьезная, это признал и Минфин. Сейчас решается вопрос, как помочь Ненецкому округу, так как ранее регион не получал дотации из федерального бюджета. Риск невыполнения доходной части бюджета округа в 2016 году – 4,2 млрд рублей. Поэтому до конца года власти региона будут вынуждены почти полностью отказаться от финансирования инвестиционной составляющей и ряда других расходов. Исключение составят проекты, финансируемые совместно с Федерацией. Но даже в этом случае к концу года Ненецкий округ подойдет с кредиторской задолженностью, отметила Татьяна Лагвиненко. При этом по традиции январь и февраль являются самыми бедными месяцами с точки зрения налоговых поступлений. Поэтому ситуация крайне тяжелая. Больше кредитов у нас уже нет возможности взять. Что у нас получается, мы пределы сейчас стекаем. В этом году очень сдержанную кредитную политику ввели. Мы в течение всего года выбирали коммерческие кредиты в самый последний день. До этого выбрали обязательно бюджетный кредит Казанчейский под 0,1%. Но 331 миллион сэкономили на госдолги. Все-таки за счет того, что мы весь год заперекручивали. Надежда остается на помощь из федерального бюджета. Для этого проводится работа с Министерством финансов. Мы никогда не обращались. Нас нет ни в одной строчке федерального бюджета. Нигде. Поэтому там есть разные варианты. Плохо то, что если бы у нас была ранняя дотация, когда все ее получали, Чукотка, там другие, когда все были в кризисе, они все, в принципе, попали на дотацию. Мы жили хорошо на нефтяных деньгах. Сейчас, когда пришло время говорить, что у нас, вы знаете, у нас впадение больше 30%, нам бы надо помочь, потому что мы сами не справимся. Мы реально доказали то, что мы сами не справимся. Параллельно с работой в Минфине администрации округа ведется работа по формированию окружного бюджета на 2017 год. Внести в собрание депутатов проект закона, который определит для региона финансовые правила на ближайшую перспективу, необходимо до 15 ноября. В случае неполучения федеральных средств казна региона будет выглядеть так. Предварительно собственные доходы, без учёта безвозмездных поступлений с федерального бюджета, составят 10 миллиардов 800 миллионов рублей. Следовательно, расходы должны быть ограничены суммой примерно в 12 миллиардов. Для сравнения, в нынешнем году даже после всех сокращений расходы составляют 16,9 миллиарда. Поэтому, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, в следующем году бюджет будет ещё более напряжённым, чем в 2016 году. Существенное выпадение доходов связано с объективными обстоятельствами – снижением доходов от выполнения соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» и снижением доходов от налога на прибыль. В этом году казна региона недополучит от Харьяги внушительную сумму. Пока поступления составили 700 миллионов рублей. В ноябре ожидается ещё одно поступление – чуть более 1 миллиарда. То есть всего регион получит около 2 миллиардов рублей. Такая же сумма поступлений будет заложена и в бюджет 2017 года. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы. На пике в 2014 году поступления от Харьягинского СРП составили до 7 миллиардов долларов. Недополучение идёт и по налогу на прибыль сконсолидированной группы налогоплательщиков. Стабильно округ получает налог на имущество организации. По итогам 2016 года он составит 5 миллиардов 300 миллионов рублей. В Минфинном отмечено, что по остальным источникам мы проработали неплохо. У нас неплохой прилив и по НДФЛ, и по налогу на имущество организации. Поэтому здесь, как и у других субъектов, тоже есть выпадение. У нас фактически хромают два источника. Это налог на прибыль КГН, ну и СРП тоже вместе. Это всё нефтяники. У нас крупные налогоплательщики, в принципе, подвели. Вот она, нефтезависимость от крупных, это фактически проблема многих субъектов, ну почти всех. Экономика Нейнского округа сильно зависит от нефтедобычи. В 2015 году 98% от общего объёма инвестиций составляли инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности добычи полезных ископаемых. Поэтому сейчас делается упор на развитие малого и среднего бизнеса. Но перемены не произойдут за месяц и даже за год, отметила Татьяна Лагвиненко. Значит, параллельно нужно продолжать работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, привлекать в округ новых инвесторов. Инвестиции сегодня – это развитие региона и, в частности, поступление налогов завтра. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Один из объектов, софинансируемых совместно с Федерацией – дорога на Усинск. Без федеральных свлажений строительства в 15-километрового участка Нейнский округ смог бы построить только полтора километра трассы. В текущем году на строительство четвёртого участка автодороги регион привлёк 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено 44 миллиона. Об этом заместитель губернатора НАО Алексей Еремеев рассказал в интервью нашему телеканалу. Также он отметил, что работа по привлечению средств со стороны федерального центра будет продолжена. Данный объект начал реализовываться более 20 лет назад. Финансирование было в первую очередь, скорее всего, на нефтяники, потому что это было в большей степени для них дорога интересна, так как стало интересно для них, точно так же стало интересно и для округа. Эта дорога даёт именно развитие региона. И в нулевые годы была приостановка строительства этой дороги, потому что федеральное софинансирование отсутствовало. И сейчас мы возобновили этот проект при том же условии, что появляется федеральное софинансирование. Как показательный момент, в этом году финансирование федерации составило 479 миллионов, а деньги округа всего 44 миллиона. Это даже менее 10%. Можем немножко рассказать о том, сколько стоит эта дорога, сколько она будет строиться, какой период, и сколько денег бюджетных по годам в этом году? То есть мы направили 44 миллиона, и сколько ещё нужно будет? Основное строительство дороги – это 80 километров, которые ещё не построены. Порядка 80-90 километров, которые уже построены, но они эксплуатируются более 10 лет. Этот участок к окончанию строительства нужно будет капитально реконструировать, подводить уже под изменившиеся нормативы, новые требования по эксплуатации. На данный момент 80 километров, которые не построены, разбиты на 4 участка. Первый участок начинает от Наринмара и двигаясь в сторону Харьегинского месторождения. Мы в прошлом году приступили к реализации четвёртого участка. Протяжённостью 15 километров финансирование 2015 года было 516 миллионов. Из них 347 – это финансирование федерации, 168 миллионов было потрачено окружных средств. Когда мы показали качественное выполнение своих денежных средств, федерация увидела в нас достойных партнёров, с которыми можно работать. И показательный пример, что в этом году, если процент отношений брать, федерация увеличила свою долю финансирования. Надеемся, что мы продолжим этот темп, который мы взяли, и на 2016-2017 годы дальнейшие. Сейчас говорить о конкретном сроке сдачи объекта эксплуатации сложно, понимая именно бюджетную составляющую, что у нас очень сложно. В целом по стране ситуация не очень хорошая складывается к бюджету. Надеемся, что мы исправим эту ситуацию. То есть мы можем говорить, что в следующем году мы снова получим федеральные деньги на эту дорогу? Об этом можно смело говорить, потому что мы заручились поддержкой президента нашей страны, где есть чёткое распоряжение о выделении софинансирования на данную дорогу на весь период строительства. Но о каких-то конкретных цифрах речь не идёт. Конкретной цифрой речь не идётся. При наступлении отчётного периода эта цифра корректируется. Как пример показатель, в прошлом году было меньше, в этом году уже больше. Как мы освоим в этом году, зависит и в следующий год, сколько будет выделено, какой объём финансирования поступит для реализации данного проекта. – Главный вопрос, который волнует сегодня всех, у нас очень сложная ситуация с бюджетом. И многие, не понимая всего того, что вы сейчас рассказали, говорят о том, что зачем нам эта дорога, мы вкладываем в неё огромные средства, а денег в бюджете нет. Не понимая того, что львиная доля расходов – это всё-таки федеральные деньги. Так вот, что даст эта дорога субъекту, для чего она нам нужна? – Мы единственный практически регион в России, который не имеет постоянного одноземного сообщения с Большой Землей. И для решения этой задачи, почему президент заручил своей поддержкой реализацию данного проекта, чтобы было постоянно круглогодичное именно наземное сообщение. Во-первых, это даст у нас круглогодичную поставку материалов, продуктов питания. И регион получит действительно толчок для развития. И здесь люди, которые говорят, что для чего нам эта дорога, я думаю, что они недальновидны. В дальнейших планах мы, во-первых, строим это не для себя, а для наших детей, для наших потомков, которые будут здесь жить и развивать этот регион дальше. Потому что он интересен для всей России. Сейчас также акцент очень делается на развитии Арктики. А мы как раз сомневаемся Арктическим регионом. Перспективы для проживания здесь очень большие. С учетом того, что здесь планируется именно серьезное развитие. Трудоустройство местных жителей по закону. По инициативе губернатора округа разработают законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. В понедельник депутаты окружного парламента на сессии планируют принять документ во втором окончательном чтении, что он даст жителям региона. Приоритет жителей Нинецкого округа при трудоустройстве в регионе закрепят на законодательном уровне. По инициативе губернатора округа разработают законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. В первом чтении он был принят в июне этого года. В ближайший понедельник документ будет представлен на сессии для принятия во втором и окончательном чтении. Проект закона разработан в целях содействия занятости отдельных категорий граждан, проживающих в Ненецком округе. Он устанавливает правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в субъекте для приема на работу людей, испытывающих трудности в поиске работы. Проектом закона предлагается ввести квотирование рабочих мест для постоянно проживающих на территории округа не менее 5 лет. Многодетных родителей, воспитывающих 5 и более детей в возрасте до 18 лет или детей инвалидов. Одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, родителей, воспитывающих ребенка инвалида, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 и до 23 лет. Также к категории граждан, для которой работодатели будут обязаны квотировать рабочие места, относятся выпускники вузов в возрасте от 18 до 25 лет, впервые ищущие работу по специальности и нетрудоустроенные граждане, постоянно проживающие на территории науне менее 15 лет. Размер квоты для приема на работу граждан предлагается установить в следующих размерах. В 2017 году не менее 40% от количества вакансий, возникших у работодателя в текущем году. В 2018 году не менее 45%, в 2019 и последующих годах не менее 50%. Трудоустройство граждан предлагается осуществлять работодателям как по направлению службы занятости населения Нинецкого округа, так и самостоятельно. В последнее воскресенье октября все автомобилисты России отметят свой профессиональный праздник. Он был утвержден указом Президиума СССР в 1980 году. День автомобилиста – это праздник не только водителей, но и ремонтных служащих, инженерно-технических работников. Сегодня в честь праздника в Наринмарском АТП состоялось торжественное собрание. На нем одного из сотрудников ждала высокая государственная награда. О том, как дорога длиной в 23 года и несколько тысяч километров привела простого водителя из Наринмара. К званию заслуженный работник транспорта Российской Федерации расскажет Любовь Пермякова. Водитель пассажирского автобуса Анатолий Провилов отправляется в очередной рейс. Времени нет даже на то, чтобы рассмотреть полученную награду. Сегодня в резерве нахожусь. На Сахалине автобус сломался. Я к подмену еду его подменять. Вот и получается, что никуда не успеваешь. Пять минут назад вместо руля водитель АТП с 23-летним стажем держал в руках нагрудный знак «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». О том, что ему присудили такую высокую государственную награду, он узнал случайно. Неожиданность у меня была сама, когда я поехал в отпуск на Борже, и ко мне на Борже люди подходили, а что, говорит, не проставляюсь. Я говорю, как, за что я буду проставляться? За то, что я на Борже в отпуск, самодет? Да нет, хотя бы за награду. А посмотрели через интернет, да, самодет. Это у меня было, конечно, так вот новостью. Вообще, даже что-то там, что-то собирали, какие-то документы, но я не думал об этом, что так будет всё. Спасибо, так думаю. Значит, что-то, короче, самодет. Кому-то что-то я ещё где-то нужен. Навыком вождения Анатолий Борисович обучался в Наринмарском профессиональном техническом училище. После службы в армии перед мужчиной не стоял вопрос, куда пойти работать. Тогда было с работы очень трудно, там, 93-й год был, опять-таки туда-сюда, всё. До армии практику проходил в ВТП, потом пришёл, всё-таки вместе с удовольствием взял, и всё, и пошло, поехало. И уже всё. Корнями в рост, считайте, ВТП. Тяжёлые времена прошли, признаётся нам заслуженный работник транспорта Российской Федерации. Но любовь к профессии осталась. Не жалеете о выборной профессии? Да не капельки. Не приходится жалеть, всё хорошо с вами. А вот что нравится в вашей работе? Нравится? Работа сама нравится. Техника. Работаем, людей возим, перевозим. Ну, в общем, любите, да, свою работу? Я, конечно, сама. Каждый человек должен любить свою работу. Таких любящих свою работу в Наринмарском АТП трудится более ста человек, большинство из которых – это водители и кондукторы. Сегодня вместе с Анатолием Провиловым обеспечивает транспортное сообщение по маршруту Наринмар-Искателей кондуктор Елена Борисова. Порадовались за коллегу? Очень, 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 очень. Да, конечно, вы что. Во-первых, такая ответственность, да. Получил, заслужил. Ничего не могу больше сказать. Заслужил, молодец. Ну, очень хороший водитель. Я его очень давно знаю. Когда я давно работала, он тоже работать это начинал только ещё. Молодым был водителем. Ну, ответственный очень человек, и с ним работать приятно. Идёшь на работу, уже знаешь, с кем работаешь, и уже настрой хороший, и знаешь, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо, уверено и руководство АТП. Ведь успех их предприятия во многом зависит от людей, которые там работают. Это не только водители, но и механики, инженеры, слесари. За свой добросовестный труд сегодня многие из них получили благодарственные письма и почётные грамоты. Любовь Пермякова, Ленец Шишелов, Телеканал «Север». Быть готовым к любым ситуациям. Для новобранцев Ненецкого округа прошла традиционная акция «Призывник». В ходе мероприятия будущие солдаты Ненецкого округа познакомились с азами армейской жизни. Более 50 будущих солдат, которые в ближайшее время пополнят ряды российской армии, сегодня собрались в актовом зале аграрно-экономического техникума на традиционную акцию «День призывника». Всего в этом году на воинскую службу отправят 124 жителя Ненецкого округа. О тех, для кого совсем скоро казарма станет вторым домом, оплат с местом прогулок, расскажет Любовь Пермякова. «Нам силу даёт наша верность от жизни, как было, так есть и так будет всегда». Окружных новобранцев приветствуют ученики 4-й школы города. День призывника в Наринмаре проходит каждую осень перед призывом на воинскую службу. В этом году ряды российской армии пополнят 124 жителя Ненецкого округа. Среди них Валерий Лобода. «В армию скоро, сегодня скажут или завтра скажут. Думаю, 14 ноября где-нибудь, точно в середине, да. Но пока ещё не сказали». «Волнуешься?» «Не, ну так-то, наверное, естественно, волнение. Наверное, как мне сказали, что потом идёт военный билет, и с этим проще поступить, и могут взять на работу. Ну, это большой плюс, типа, если ты сходил в армию, то уже идёт бонусы такие. Желать ничего не надо, нужно просто идти, наверное, и всё». Для того, чтобы идти было просто, в ходе акции новобранцам рассказали об основах армейской жизни и дали ценные напутствия. «Где бы вы ни были, всегда опирайтесь на товарища. Если есть крепкое плечо товарища, всё, он будет по плечу». Идти не только плечом к плечу, но и наравне со всеми – золотое правило будущего солдата, считает начальник отдела военного комиссариата Архангельской области ПАНАУ Игорь Ибраев. «Самое главное – быть в коллективе, быть как все, а не строить из себя что-то исключительное. Вот если будешь ты нормальным пацаном, то есть если все идут работать, ты идёшь работать, если не будешь привлекаться старшим начальником, у тебя всё сложится. Плюсы сейчас очень серьёзные. Есть федеральный закон о воинской обязанности изменён. Изменены, соответственно, законы о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, где сказано, что граждане, которые не отслужили в вооружённых силах, не имея на то законных оснований, то есть склонность на эти работы приниматься не может». Ещё один немаловажный плюс, по словам Игоря Ибраева, для тех, кто отслужил в армии – это характеристика, которую дают командиры частей. Такая армейская оценка даёт дополнительные бонусы при поступлении в высшее учебное заведение. Чтобы воспользоваться такими бонусами, ребятам нужно выполнить главную задачу – достойно отслужить в армии. Кстати, в этом году большинство призывников отправятся служить на Северный флот и в Западный военный округ. И на этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. Ну а далее прогноз погоды. Продолжение следует...